приветствую вас леди джентльмены другие подруги с вами мортид и сегодня мы поговорим о том как прошел open cup сезон 11 если память не изменяет по-моему 11 да лично для меня open cup начался заранее еще за несколько дней до начала лана а именно встреча с командой airborne да и не только с ней это команда airborn мои сокланы сервера альфа и конечно же саня амиго как вы видите по левую руку от меня красавцы очень здорово очень интересно великолепно было то есть столько эмоций встретились наконец-то обнялись блин классные ребята обалденные ничего даже не могу сказать еще больше просто офигенно буря эмоций было встретиться с сокланами вот так вот на лане это очень и очень здорово ребят кстати сами гом и тоже когда-то познакомились на лане а вовсе не в игре и вот второй раз снова на лане с ним увиделись что касается самого bootcamp а был он в целом неплох единственно компьютеры а именно мониторы если быть точным были совсем не такие как какие были у нас на лане что является по идее неправильным но это уже мелочи организации в общем я туда лезть не буду а далее было еще интереснее немного перематываем вперед уже после первого дня закрытого дня турнира когда к сожалению airborn сыграли плохо но это неудивительно на лане из них до этого был только тэшка остальные ребята кланом вообще не привыкли для них это был первый бой и сразу против арена stars в общем этот бой сыграли ребята слабо по непривычке так сказать растерявшись совершенно незнакомых для себя условиях но я тут подумал такой думаю хочу как бы сейчас сидеть думать об этом как бы понятно надо разобрать ошибки подготовиться к следующему бой это все правильно но не менее важно в жизни когда что-то не получилось отдохнуть отдохнуть развеется немножко напряжение убрать и мы пошли гулять встретились на станции метро театральная погуляли по красной площади пофотографировались потом пошли мы станцию метро охотный ряда на станцию но станция метро нам не нужна была мы пошли в торговый центр перекусили там ракутагин кишку набил видите да пора худеть я в курсе да потом мы пошли на старый арбат вообще она называется просто улица арбат есть новая арбат улица а это просто арбат она более старая поэтому ее называют старый арбат погуляли по ней в общем классно было ребята развеялись повеселели сразу так вот как-то вот душевно пошло настроение отличное стало с антонио смок хеллом встретились антонио блин классный чувак давно его знаю достаточно еще сервера чарли он чарли медик один из топовейших вообще на чарли и отличный координатор и капитан одной из команд dark matter в том числе так что прямо такой ноги ну и самое главное отличный человек а потом потом когда мы прошли по улице арбат ребята поехали разбирать гостиницу тактики туда-сюда короче уже заниматься делом с новыми свежими так сказать намерениями с новыми силами до отдохнувшие я поехал домой пилить ролик не помню по моему про сашу брия такое классно 8 в курсе да и потом потом начинается уже план открытый осторожно работает профессионал ну в мордин ракутагин наш любимый душевный наш дружище тебя побольше бомбящих прохождений чтобы как у атлас бомбил а ты там разработчики также парфейс что всех там бомбил проходил все чтоб круто было в общем удачи не может хочу сказать огромное всем спасибо всем кто приехал всем кто поддерживал всем кто пришел и сказал ракутагин здорово как жизнь иди сюда давай сфоткаемся дай руку возьму дружище давай чем запишем поздравления кому-нибудь с удовольствием все это дело мне очень нравилось очень приятно было шутили подкалывали друг друга говорили ракутагин какой же ты ракутагин да есть такое признаю это правда девушки как всегда девушки у нас варфейсе девушки это наше сокровище красавицы милашки прям ну ну тут нечего сказать вы сами все видите это просто это 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 как бы мои полномочия так очень это молодцы да здорово здорово всегда приятно увидеться со своими зрителями и открою вам маленький секрет я еду на open cup не даже ради open cup а на этот раз я поехал конечно же ради как всегда подписчиков а также поболеть за своих ребят своих со кланов сервера альфа клан dark matter именно так и впредь на open cup я буду ехать именно с этими целями то есть не для того чтобы что-то там еще сделать ну разные могут быть цели у человека пообщаться с коллегами пообщаться с подписчиками вот что самое главное вот что самое дорогое лично для меня чемпионами стали агэ я поспешил поздравить чемпионов с их заслуженной победой леня ну как тебе на гипту понравился вообще ништяк было да радостный я поеду короче на стримах шишки раздавать рам-бам меня позови я тоже люблю мне еще нравится у него всегда вот победил проиграл у него лицо одинаковое все нормально леня еще сам не может проверить то что произошло но один как всегда сохраняет просто каменное спокойствие ваня ты с этим кубком офигенно смотришься скажи что-нибудь своим подписчикам любимым я вас всех люблю спасибо большое за поддержку ребятки все супер спасибо ваня баба самый позитивный медик варфейса и красавчик такой прямо чё как нарезал пипец там даже столько не надо было как я я тоже люблю резать резать сколько в угол сел резать потом в угол потом резаешь в общем молодец вот именно настоящий прирожденный медик просто очень талантливый ну реально решает поэтому и mvp и тут происходит нечто загадочное такого на open cup я еще не видел появляется он этот человек он говорит я твой подписчик я вижу по взгляде есть что-то еще и тут он добавляет мне если тебя презент я получил правду что-то презентов все не дарили есть и показывают презент я не могу показать что там мало ли как отнесется youtube но не суть в общем презент офигенный спасибо и просто ты красавчик и мы с ребятами dark matter идем гостиницу и отмечаем вот всю эту встречу все эти мероприятия все это и что она была до произошла битва века крымские против пирания посидели на диванчиках пообщались на разные темы за жизнь там туда-сюда за игру договорились поиграть вместе в общем все хорошо замечательно и позитивно а почему да потому что оба нормальные адекватные люди кстати пираний в жизни интеллигентный человек с юмором воспитанный истинный джентльмен именно так что касается общение с коллегами тоже все было замечать когда все встречаются нового фонтапе все друзья братья не разлей вода как это сукодельная тема для троллинга надо будет видео сделать но суть не в этом суть в том что все было прекрасно все прекрасно пообщали полежали в комнате отдыха там повалялись блин побалдели поприкалывались в общем замечательно пообщались буга геймс он живет окается от меня пять минут пешком вообще рядом можно ли опять там 7 минут до него дайте вот такие дела очень позитивный человек очень интересно я очень и очень надеюсь что он будет дальше развивать свою тоску youtube деятельность может чуть вместе с ним будем делать рядом живет пошел чуть записали по приколу сделали чем класснее здорово здорово да кроме этого проходила закрытое так сказать заседание ютуберов и комьюнити менеджеров на что си этого дмитрий крымский сказал что там что-то там какие-то финансовые махинации обсуждались но не совсем так в общем можете посмотреть его отчет по open cup он говорил вот я не знаю так это или нет почему потому что я на open что в первый день что во второй пришел поздно в обеденное время вот пришел я на open cup подписчиков много все ждут как бы пообщаемся давай выходи по фоткаемся вот и началось это уже так сказать заседание пленума ютуберов и комьюнити менеджеров я такой присел короче на минуту побыл что-то начинается что-то не говорят про рулетки про сайты короче что типа надо с этим бороться там туда-сюда короче я такой скакиваю ждите я скоро приду в общем я пошел с подписчиками общаться я так больше не попал туда нифига когда я пришел уже комьюнити менеджеры ушли так что не знаю что там обсуждалось может что-то обсуждалось такое интересное может и нет поэтому не в курсе а вот после open cup а очень даже в курсе пошли мы отдохнуть нормально так в разорщиком пиво мы выпили там ютуберы были но практически большинство было в общем посидели комьюнити менеджеры с нами были мы как бы их там вот со сторон с разных прижали уже не паре ну иди ка сюда надо поговорить вот но они как партизаны молчали то есть нет шутка не молчали по поделились некоторыми планами но такими общими вот я собственно говоря я не все запомнил да но основное помню витарез будут фиксить но фиксить его будет скорее всего по отдаче вы наверно в курсе будут новые фишки вводиться в игру коробочный донат можно будет получить навсегда а может быть на месяц потом посмотреть как будет если вы будете каждый день заходить в игру и сколько-то там играть но это на будущее это может быть может не быть в общем все это сейчас рассматривается как я понял в дальнейшем также планируется введение таких же дополнений типа зимней охоты типа атласа это будет все развиваться эти спецотряды мини-игры в общем они двигаются и развиваются в этом направлении хабаровский сервер как я сказал уже на таком хорошем уровне тестирования то есть скорее всего ближайшее время в этом году во всяком случае должны его уже запустить посмотрим что с этим будет ну и собственно говоря все особо от комьюнити менеджеров больше добиться не получилось вот второй день вот этих алка стримов я не посещал вот я не особо любители сами знаете ребят как мне не интересно с dark matter мы посидели еще раз спасибо таинственному подписчику вот там обошлось ну там в основном взрослый коллектив был да там саня амигу я такие ребята очень старт первые были вот немножко виски был сознаюсь виски был немножко на донышке стаканчика там как раз всем разлились и как бы все паду по одной как бы все и разошлись вот потому что тоже там ребята в dark matter особо там саня амиго спортом занимается таких прям любителей выпить у нас нету все собственно говоря на второй день как я понимаю комьюнити менеджеры тоже с кем-то куда-то ходили где-то там отдыхали я не пошел как бы мне не интересны все такие мероприятия мне было интересно пообщаться с подписчиками пообщаться с окланами таким образом провести свое время именно так все и было но 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 хочется сказать что как бы в каждой бочке меда есть ложка дегтя есть она и здесь и я думаю что об этом хорошо скажут именно подписчики ваше впечатление супер-супер и супер но немножко уже приелась же никто да не столько мильфо надо что-то новое являемся постоянными которые да вот который уже ходит постоянно что-то менять что-то новое вносили кальянчик поставить кальянчик это все конечно шутка про кальян девушек и так далее пропивасик вы поняли если серьезно вы знаете ну конечно приедается любое мероприятие если она повторяется из раза в раз без особых изменений она приедается и тут наверное со мной не согласятся те кто все это организовывал скажут нет на этот раз все было лучше действительно это так что касается киберспортивной части что касается трансляции технического какого-то обеспечения все было лучше прошлые разы какие там ляпы были телепорты во время боя там что только не происходило ну всякие вещи были там какие-то проблемы матчи откладывались на этот раз такого не было все было очень хорошо сделано уровень чувствуется намного лучше стал но но что касается общения людей между собой многие приходят не только смотреть трансляцию там например приходят люди они за г на бои болеют да они будут только аг смотреть все остальное время они общаются с ютуберами они общаются между собой встречаются кланов там единомышленников проводит как-то еще время и вот в этом плане как-то на этот раз вы знаете более скромно было нежели раньше может быть потому что не мы сая на этот раз была hyper x и как-то они не очень что ли знакомы с этим совсем были у них там просто какие-то стенды стояли компьютеры внутри там система охлаждения современные все вот эти понты были там корпусы интересные с одной стороны круто интересно но вот как-то по по части общения вы знаете как-то хуже был этот лан организован как-то вот не так было плюс сама атмосфера наверное многим приедается поэтому вот могу сказать даже за ютуберов мне не сложно мне выйти я кстати пешком ходил до до здания mail я вышел я прошелся час двадцать туда пешком дошел до мэйла посидел пообщался с подписчиками пообщался с ребятами с ютуберами я также пошел обратно на следующий день пришел снова то есть все нормально в этом плане но например дмитрий крымский они с девушкой с омска летят да представьте себе смысл омска они летят у них перелет опять же в гостинице находятся то есть это все тяжело это перелеты вот это потом выспаться туда сюда а фактически получается так человек прилетел пообщался какое-то время да то есть подписчиками со всеми потом после обеда немножко движуха утекает и все как бы и ты остаешься как бы ну вот наедине с собой там с коллегами например ну пообщался ты с коллегами пару часов да и все то есть и все остальное время фактически большинство ютуберов мы находились комнате отдыха там девчонками пообщаясь между собой еще с кем-то так просто ла-ла-ла там и все и на такого сверхъестественного больше не происходит сурен бегал постоянно стримил вот так прикольно придумал на потом также как-нибудь сделать вот но и собственно говоря он наверно даже мудро поступил в этом плане почему потому что он знал что монтировать ролик когда open cup проводится уже ты не на первом находишься все то же самое как вы видите что я вам сейчас показал единственное отличие то что dark matter приехал те же люди те же лица кто-то из подписчиков новый кто-то уже не первый раз приезжает и этот все одно и то же идет 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 хотя бы атмосфера сменилась это было бы здорово это было бы интересно может быть другое здание в другом стадионе где-то провести какие-то новые фишки придумать к сожалению open cup это такая вещь могу вам сейчас сказать если следующий раз open cup будет в мейли и вы посещали этот ребят вам нечего там делать серьезно потому что уже в третий или четвертый раз я на land приезжаю мне нравится мне нравится пообщаться с вами но тут ключевой момент то что мне легко туда добраться мне просто прийти надо и все а скажем во второй раз прилетать из другого города как-то даже ютубер дима крымский прилетать из другого города чтобы просто попасть на open cup это очень под большим вопросом тем более он уже у нас помна 3 open cup от был до на двух или трех и снова прилетать опять все это достаточно тяжело не знаю стоит ему или не стоит так что вот так вот хочется сказать сотрудникам mail ребятам пришло время выводить open cup на более высокий уровень более высокий вы можете я знаю можете что-нибудь придумать какие фишки кей приколы где-то в другом месте его провести хотя бы там же где будка им проводился не знаю ну как-нибудь организовать что-нибудь придумать придумайте что-нибудь это ваша работа придумывать придумывать освежать потому что если что-то не меняется то она деградирует либо ты эволюционируешь либо ты деградируешь если open cup не будет кардинально изменяться не только техническом плане но и в целом он к сожалению деградирует как и наша игра поэтому работайте над этим open cup был классный не скрою но однообразный буду ли я посещать следующие open cup и да конечно буду посещать я буду посещать просто ради своих подписчиков приходить увидеться с ними обняться сфотографироваться и пообщаться собственно говоря это все что я хотел сказать и я надеюсь видео вам понравилось именно так будьте счастливы будьте здоровы если у вас есть возможность вы где-то недалеко живете либо будете по каким-то своим делам находиться на следующем open cup в москве то приезжайте увидимся пофотографируемся поболтаем и хорошенечко кто его знает вполне может быть понагибаем увидимся с вами ставьте лайки чешите яйца